Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте! В эфире Енисей. Новости и в начале выпуска коротко о главных темах. И капкан, знаете, как на волка, такой большой. Не на мышку вот такой, а большой капкан. Жестокая охота. Вачинские неизвестные начали отлавливать собак капканами. В них могут попасть и люди. Начинаешь дышать тяжело. До воздуха не хватает кислорода. Переболеть не значит выздороветь. У многих победивших коронавирус развиваются осложнения. Насколько серьезны последствия? Ну здесь просто ее копаешь, а с нее бежит. Просто вода бежит. Битва за урожай. Дачникам приходится выкапывать картошку из мокрой земли. Отдельная забота, как ее сохранить. Это нельзя пропустить ни в коем случае. 8 лет программе «Утро на Енисеи». Как всегда будет позитивно, интересно, вкусно. Отпразднуем вместе. У программы «Утро на Енисеи» завтра день рождения. Какие сюрпризы ждут зрителей. Это жестоко и опасно. В Вачинске появились охотники на бродячих псов, которые ловят их на капканы. Причем похоже, что в городе расставили много железных ловушек. Попасться в них могут и люди. Наш сапкор по западу краю Александра Арепьева расскажет подробности. Спасатели впервые на таком вызове. Собака попала в капкан и не где-нибудь в лесу, а прямо в городе. Пострадавшего пса пытались поймать волонтеры, но только загнали под веранду в детсаду. Но даже от профессионалов испуганное животное им смогло сбежать. Мне навстречу скачет на трех лапах пес. На передней лапе у него большой капкан висит. Я сразу поняла, в чем дело, и за ним шел мужчина. Я сразу поняла, в чем дело, что собака в беде. Ну, в общем, попытались с ним поймать как-то этого пса, придержать. Он, конечно, был в шоке, перепуган. Пес очень сильно страдал. Судя по всему, таких железных ловушек на улицах много. Двух раненых собак с капканами на лапах видели в одном и том же микрорайоне. Капканах наставили, наверное, не один. Может, их больше наставили. И капкан, знаете, как на волка, такой большой. Не на мышку вот такой, а большой капкан. Она бедненькая, прямо эту ножку гремит таким капканом. Побежала, знаете, вот туда, в сторону первого дома. Кто и зачем ставит капканы, можно только гадать. Одни уверены. В городе объявился докхантер, который не считается ни с чем. Другие предполагают, что ловушки ставят на людей. Так пытаются бороться с воровством на огородах и в садах. Горожане напуганы. Случай, да, реально, вот именно такой, чтобы расставляли люди капканы на животных или на людей, непонятно, честно говоря. Вообще, для какой цели это делается в городской черте, если туда попадет не животное, а человек. Если это будут дети, например. То есть, ну вот как-то люди не думают о последствиях, не думают вообще о своих действиях каких-то, которые они совершают. То есть, это вот как бы пугает, честно говоря. Одну из попавшихся собак волонтеры все же поймали и отвезли к ветеринару. Капканы мощные, у нее открытый перелом лапы. В полиции о такой охоте в большом городе знают. Теперь все дворы обойдут участковым. А пока горожанам нужно внимательно смотреть под ноги и научить этому детей. Александра Арепева, Дмитрий Шевцов, Енисей. Новости. К другим темам. Не лучше, но и не хуже. Так можно описать ситуацию с заболеваемостью в крае. За сутки выявлено еще 110 инфицированных коронавирусом. Днем ранее было на одного человека меньше. В лидерах по-прежнему Красноярск. Здесь 38 новых пациентов. На втором месте Ачинск. Там заболели 9 человек. Еще 7 в Сухобуземском районе. В районе 6 в Сосновоборске. 5 в Нижнеингажском районе. В крае 5 летальных случаев. При этом выписано из больниц еще 75 человек. Но выписаться из больницы для многих не значит сразу выздороветь. Одышка, усталость, поражение нервной системы. Вот лишь некоторые осложнения, которые зачастую развиваются у тех, кто победил коронавирус. Мы встретились с несколькими людьми, которые сейчас восстанавливают здоровье. И попытались выяснить, насколько серьезными могут быть последствия. Это очень страшно. Когда ты дожил до 40 лет, и у тебя ни разу в жизни не кружилась голова. И тут ты, так сказать, пытаешься завалиться прямо на месте. Слабость такая вот общая. Начинаешь дышать тяжело. Это воздуха не хватает, кислорода. И таких историй сотни. Из 13 тысяч выздоровевших осложнения после коронавируса у многих. Два месяца назад Мария Юферова победила болезнь. Но остались последствия. Теперь пытается прийти в себя и восстановить нервную систему. Сделать это непросто. Через неделю накрывает другая волна. Это панические атаки, это хикардия, повышение артериального давления, к которому ты вообще не склонен был никогда. Это головокружение и потеря ориентации. Ну, до того, что кажется, что ты сейчас в буху упадешь. Это очень страшно. И тебе говорят, вы не пугайтесь. Такие симптомы встречаются у перебавлевших ковидом часто. Александр Пешкин также вылечился от коронавируса. Выписался еще в июле. Но здоровым себя не чувствует до сих пор. Живет с одышкой, постоянной усталостью и головной болью. Голова стала побаливать иногда. Вот такое чувство, когда температура у человека начинается, вот эти симптомы головной боли, периодически они дают о себе знать. Дмитрий Буевич также переболел. Говорит, сразу после больницы и 200 метров пройти не мог. Одолевала слабость. Сейчас лучше, но впереди обследование. Через месяц-полтора нужно обязательно сердце проверить, которое у меня всегда было очень здорово, я надеюсь, сейчас. Но, говорят, тем не менее, возможны, как это они называют, воспаления, осложнения. Поэтому нужно сделать. Чтобы хоть как-то восстановить организм после болезни, в сети уже предлагают разные варианты. Делать гимнастику, надувать воздушные шары, заниматься физкультурой. Вот доктор-реабилитолог из краевой больницы. Он советует переболевшим дыхательные упражнения. Глубокий вдох, задержка дыхания и медленный выдох гораздо дольше, чем мы вдыхали. Но как таковой системы реабилитации, говорят в краевом Минздраве, пока нет. Ученые объясняют, у каждого последствия после ковида проявляются по-разному. В частности, это зависит от того, какую порцию вирусов подхватил человек и как тяжело болел. Мы двигаемся сейчас на ощупь. Четко будет говорить о том, какие последствия, как люди, перенесшие тяжелую пневмонию, себя будут в дальнейшем чувствовать. Будут ли развиваться у них какие-то поражения легких в виде фиброзов или аллергитов, можно будет говорить через какое-то время. Дело в том, что с этой болезнью человечество, как вы все знаете, пока не сталкивалось. Чтобы до конца понять, какое влияние оказывает на организм коронавирусная инфекция, должно пройти минимум два года, говорят ученые. Все это время будут проводить исследования и нарабатывать опыт. И только после этого станет ясно, как переболевшим можно восстановить здоровье. Юлия Чопчиц, Максим Галат, Енисей. Новости. Добавлю расширенный сюжет на эту тему. Смотрите в программе «Итоги». Она выйдет в эфир предстоящее воскресенье в 20.30. Не пропустите. И пришло время защититься от другой болезни. Началась вакцинация от гриппа, сезон которого уже не за горами. В край пришла специальная вакцина. Она вырабатывает иммунитет от трех штаммов вируса. Препарат уже распределили между красноярскими и краевыми поликлиниками. Врачи советуют в нынешней эпидобстановке обязательно сделать прививку, чтобы обезопасить себя хотя бы от одной инфекции. Потому что сочетанное течение инфекции значительно повышает риск тяжелого течения заболеваний и неблагоприятных исходов. Поэтому в этот эпидсезон, в ожидании второй волны коронавируса, вакцинация против вируса, по моему мнению, должна быть обязательной для всех. Теперь в школах края учат не только вычитать и умножать. Там начались уроки здоровья. В роли педагогов – специалисты Роспотребнадзора. Детям объясняют, как не подхватить опасную инфекцию. Екатерина Павленко тоже побывала на таких занятиях и увидела, как теперь проходят школьные будни. Все, друг от друга. С новым распорядком школьники уже смирились. Дети признаются, инфекции не боятся, а коронавируси знают все. Из-за этого вируса дышать плохо. Это вирус такой, из-за которого умереть можно. Надо мыть руки, маску носить и дистанцию соблюдать. Эти правила ребятишки уже выучили, но для чего все меры безопасности, им решили объяснить еще раз. При заражении новым вирусом ковид может поверить от полного отсутствия симптомов. Это как бы бессимптомное течение протекает до тяжелых гневмоний. Звучит пугающе. На особом уроке семиклассники. Учитель-специалист краевого Роспотребнадзора. Рассказывает о разных симптомах и о том, что нужно делать, чтобы не заболеть. Ребята говорят, все это, конечно, важно, но вот выполнить некоторые требования трудно. В школе ходят сложно, много очень учеников, людей. Ну и сложно соблюдать дистанцию. За партами все равно сидим. И тем не менее, в школе сделали все, чтобы дети как можно меньше пересекались друг с другом. Уроки в каждом классе начинаются в свое время. Расписание пришлось перевернуть с ног на голову, чтобы развести потоки. Открытых четыре входа, дежурство педагогов начинается с 7.30 утра. В этой школе более тысячи детей учатся в две смены. И даже при этом рассадить всех за партами в шахматном порядке не получилось. В классах по 30 человек. Изменились и условия работы в столовой. Сейчас все сотрудники обязательно должны находиться в масках и перчатках. Сюда пускают максимум четыре класса на каждой перемене. Понятно, что из-за этого рабочий день растянулся. Но куда деваться, ведь нужно накормить всю школу. А вот родителям вход в здание запрещен. Все терпеливо ждут своих детей на улице. Ну, раз так уже в связи с этой обстановкой, то привыкаем. Ну, не свежем воздухе, пока тепло, пока дождя нет. Стоим, ждем. Сами педагоги говорят, конечно, к новым условиям еще нужно привыкать. Но начался учебный год все-таки нормально. Все прошло очень удачно и успешно сегодня. Больше переживали. Все-таки смотрели, чтобы как правильно ли организовали распределение детей, вход в школу. Как будут вести себя родители. Родители, кстати, оказались очень организованными. У нас приход начинается в 8 часов и с промежутком где-то 15 минут. Уроки здоровья теперь станут регулярными. Их планируют проводить по всему краю для школ в удаленных районах по видеосвязи. Екатерина Павленко, Максим Галат, Енисей. Новости. Выкапывают почти из болота. Как огородники спасают залитый дождями урожай картошки? Расскажем через пару минут. Как провести время с пользой для здоровья? Проезжайте в санатории озера Карачи. Грязи, рапа, минеральная и йодобромная вода. Воздух, насыщенный ионами. Курорт работает в полноценном режиме. Для вас и ваших близких. Когда же будут скидки? Все еще ждете скидок и распродаж? А в ванноцентре уже сейчас. Вся сантехника по ценам производителя. Ванноцентр.рф. Европейская сантехника по ценам производителя. Уже сейчас. Дихлеб продолжает радовать нас здоровым хлебом. Для здоровья йодовый и 0% сахара. Проверены ассоциации и Нисейский стандарт. В магазинах и торговых сетях Красноярска. Варикоз – это прогрессирующее заболевание с опасными осложнениями в виде язв и тромбов. Удаление варикоза без разрезов, без наркоза всего за 40 минут. В клинике варикоза нет. Всем скидка на лазерную операцию 15%. 205-45-01 Мамы и папы. Только в Красбэйби на караульной 88. Более 100 моделей колясок для прогулок и для новорожденных малышей. Надежные производители. Привлекательные цены, которые вам понравятся. Телефон 2-500-105. Внимание! В сети магазинов «Эконом мебель» – акция. При покупке от 40 тысяч – столик в подарок. Вся необходимая мебель в одном месте. Впечатляющий ассортимент – отличное качество. Экономьте на цене, не экономя на качестве. Человек проводит в пути почти 4,5 года своей жизни. Заставьте это время работать на вас. Ваша реклама на мониторах формата 12 на 4 и 8 на 5, 6 на 3 и 4 на 3 на ключевых улицах города, а также 70 экранах сети формата. Рекламная компания «Илан». Город теперь ваш. Вы смотрите Енисей. Новости. Продолжаем выпуск. Настоящая битва за урожай. Она уже началась у огородников. Год особенный. Из-за теплой весны посадили картошку раньше. Теперь из-за постоянных дождей ее приходится выкапывать из липкой грязи, похожей на пластилин. Екатерина Павленко недавно трудилась на своем огороде. И ей есть что рассказать. Насквозь она пролита. Столько дождей прошло. Это же ужас в этом году. Даже ее копать неинтересно. Виктор Думлер сетует. Это не копка. Настоящее мучение. Такой картошки под кустом еще не видел. Одна мелочь и сплошные липкие комки. Житель Елового опасается, что все сгниет на корню. Но с погодой не угадаешь. Она словно палки в колеса вставляет. Не дает собрать урожай. Подкопал трактором. И все. И только начали собирать. И ливень пошел. По колено в грязи. Все. Бросили все. И поехали домой. Невозможно ходить по полосе. По пашне. Вчера утром поехали, собрали. Она уже, картошка, уже, как говорится, для хранения опасна. Да? Конечно. Она сырая. Она прописалась водой. Вот так приходится соскребать на липшую грязь, говорит Ирина. Иначе картошка пропадет. Это лишь малая часть, которую удалось собрать накануне семьи Ростовцевых. Сразу в погреб не отправили. Сушат в гараже. На поле 14 соток. И как вызволять из сырости оставшийся второй хлеб не понимают. Мы здесь, просто ее копаешь, а с нее бежит. Просто вода бежит. И она просто вся была, невозможно было собирать. Мы ее брали, с нее капало. Вот теперь суши. А куда деваться? Без картошки в деревне никак. Тем более еще держим хозяйство маленькое. И куры, и телочка у нас. Всех кормить надо. А вот семья Пушнегиных не жалуется ни на погоду, ни на урожай. Карина говорит, повезло. Собрали рекордное количество с двух соток 17 мешков. Уродилась ровная, крупная, однако одной. Удивил и вот этот 700-граммовый картофельный богатырь. Пойдет на драники со сметаной. Хозяйка сама не понимает, как так вышло. Может, из-за кропотливого труда. Надо не забывать о том, что в землю тоже нужно вкладывать. Она не может каждый год нам давать результат вау. Нужно каждый год вносить удобрения. Я всегда за наши органические, настоящие удобрения. То есть навоз, перегной. А вот торговцы на стихийных рынках говорят, просто спины надорвали. Но погреба заполнили только наполовину. И из этого надо хоть что-то продать. За килограмм просят от 80 до 100 рублей. Цены не поднимали, хоть и картошка, говорят, вообще золотая. И достается трудно. Каждую ее по одной моешь. Трешь ее, чтобы отмыть. Там налипло вообще. И вот моешь, моешь. Аж руки замерзают в огороде, что не дома. Чтобы спасти картошку от неения, некоторые дачники собираются обсыпать ее залой, накрыть полынью. Это народные способы. Между тем, сухие дни, видимо, ждать не стоит. Возвращаются дожди. Екатерина Павленко, Иван Дорофеев, Енисей. Новости. Трагедия в Ермаковском районе, очередные дорожные изменения в Красноярске и необычное природное явление на юге края. Подробнее об этом и не только. Далее в блоке коротких новостей. В Ермаковском районе погиб 10-летний пассажир квадроцикла. За рулем был 19-летний брат мальчика. Он попросил родителей разрешить ему съездить забрать младшего брата с прогулки. При этом водительских прав у него никогда не было. По дороге домой юноша не справился с тяжелой машиной. Она завалилась на бок. Парень оделся ушибами, а его брат скончался в больнице. Внимание у красноярских водителей. Левый поворот с улицы Шахтеров на Березино снова запрещен. Он был открыт весь август, пока ремонтировали теплосети на улице Спандаряна. Сейчас прежнюю схему движения восстановили. Запомните, налево на Шахтеров нигде поворачивать нельзя. Там установлены соответствующие знаки. У красноярца изъялись синтетические наркотики на 34 миллиона рублей. 17 килограммов зелья он прятался в буфере в одном из гаражных боксов. Полицейские выяснили, наркотики 34-летний мужчина планировал продать через интернет-магазин. Теперь ему грозит до 20 лет колонии. На юге края в нацпарке Шушенский бор повторно зацвели шиповник, рододендрон и грушанка. В конце мая они уже радовали туристов своими яркими соцветиями. Инспекторы заповедной территории считают причиной такого нетипичного явления погодную аномалию. Весна была ранней и теплой, а лето дождливым и прохладным. Растения все перепутали. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Весна закрывает удивление, разглядывая новую машину. Это настоящий компьютер на колесах. Нажатие одной кнопки заменяет десятки манипуляций целого расчета. Главное – успеть понять, как она работает. Для этого производитель заботливо развешал на узлы вот такие желтые ярлычки. Дали нам руководство по эксплуатации. И то есть там все краны, все подписано, и какие вот ярлычки. Но там можно посмотреть, какой кран за что отвечает. Шесть таких автомобилей представителям разных районов вручил губернатор Александр Ус. В глубинке до сих пор можно встретить пожарные машины 50-х годов выпуска. Эти, современные, вмещают по 8 тонн воды и спокойно заменят по две старых автоцистерны. Для того, чтобы своевременно и качественно работать в этих сложнейших зачастую ситуациях, нужен не только профессионализм, нужны не только мужество и другие уникальные личностные качества. Их вам не занимать, но и необходимо достойное современное оснащение. Это самое масштабное обновление за 15 лет. На площади, кроме современных пожарных машин, в ряд выстроилась и техника для спасателей. Снегоход, моторная лодка, два аэрокатера. Они собраны в Красноярске, могут передвигаться по льду, мелким речкам и болоту. Их получат Енисейские и Богучанские районы. А это терминатор. Если нужно оставить без связи злоумышленников, аппарат заглушит сотовый сигнал в радиусе 150 метров. Рядом комплект для разминирования. Большое спасибо, в первую очередь, Александру Викторовичу Усу, губернатору Красноярского края. Техника, как вы видите, не просто какая-нибудь, она, будем так, современная, новая, позволяющая спасателям выполнять задачи в различных условиях. Новую технику сразу после вручения увезли в районы края. Через несколько дней она уже встанет на дежурство. Дмитрий Пименов, Денис Тимошенко, Енисей, новости. Самое раннее и самое позитивное. Какие сюрпризы в свой день рождения приготовила программа «Утро на Енисея», расскажем далее. Прикосновение, форма, содержание, чистота, эмоции, цвет. Важно всё. Сантехника для вашего дома. Водолей. Здоровье позвоночника от команды профессионалов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинина 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Всё купи на Калинина 43. Встречайте новую осеннюю коллекцию курток. Выбор моделей стал ещё больше, а цены ещё выгоднее. Матросово 18 и Авиаторов 5. Современная лазерная коррекция зрения. Новейшая методика смайл. Более точная и менее травматичная только в смайл-центре Красноярска. Бесплатная консультация 287-77-33. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном всё равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Вы смотрите «Енисей». Новости. Продолжаем выпуск. И снова праздник. Не успели наши коллеги из утра на «Енисея» подготовить и выдать в эфир спецвыпуск ко дню знаний, как в редакции закипела работа по ещё одному радостному поводу. Завтра у нашей самой ранней и позитивной программы день рождения. Как к нему готовятся ведущие и корреспонденты, подсмотрела Евгения Шелковникова. Это нельзя пропустить ни в коем случае. 8 лет в программе «Утро на «Енисея». Как всегда будет позитивно, интересно, вкусно. У нас будет живая музыка. Мы будем танцевать, мы будем петь. У нас будет торт. Будить людей – это же такая большая ответственность. А тем более в день рождения. Я волнуюсь. Самое главное – не проспать. Это самое главное – не проспать. В любую погоду, в будни, в праздники, во все времена года. Уже 8 лет они с нами. Жители всего края давно привыкли просыпаться вместе с программой «Утро на «Енисеи». Поэтому и день рождения само собой отмечать будем вместе. В прямом эфире с массой сюрпризов и приятных неожиданностей. Зрители ожидают несколько необычных дуэтов. Например, вот мы с Мариной, сотрудники разных отделов, разных программ, но работающие на одном канале. Вот впервые встретимся и попробуем друг друга потестить в паре ведущих. В паре ведущих, да. Завтра будет интересный эфир. Попробуем поработать. Очень давно не работала в прямом эфире. Не знаю, как получится. Надеюсь, зритель будет лоялен. И еще один неожиданный гость в солнечной студии «Утро на «Енисеи». Пожалуй, самый степенный и серьезный ведущий на нашем канале Ян Ермишов немного расслабит галстук и покажет зрителям и молодым коллегам мастер-класс пробуждающих и заряжающих эфиров. Первое, куда я пришел на телевидение, это была утренняя программа. Я с этого начинал. Поэтому сейчас такая ностальгия, это возвращение к прошлому. Я правда жутко волнуюсь. Я не знаю, как это будет, но постараюсь не ударить в глаз лицом. Помимо ярких и необычных ведущих, зрителей ждет еще много чего интересного. Конкурсы, викторины, зрелищные спецэффекты, телесюжеты и репортажи с городских улиц. У нас будет кавер-группа, веселые, заводные ребята будут петь очень узнаваемые песни. Будут сладкие подарки, будут призы, будем пряники разыгрывать. Сгущёнку, 10 банок сгущёнки кому-то достанется, вопросы уже готовы. Поэтому ждем наших телезрителей. Итак, день рождения уже завтра. Смотрите «Утронные неси» с 6 до 9 утра. Отпразднуем вместе. Евгения Желковникова и Алексей Гусев. Енисей. Новости. Великие фильмы на больших экранах. Сразу в нескольких красноярских кинотеатрах особый показ в преддверии Дня воинской славы. 3 сентября исполняется 75 лет, как закончилась Вторая мировая война. На отдельном сеансе горожане могли бесплатно посмотреть легендарный фильм Сергея Бондарчука «Судьба человека». Это дебютная работа режиссера про русского солдата, который ушел на фронт и испытал все муки войны. Сразу после выхода в 1959 году картина была удостоена главного приза на Московском кинофестивале. Перед просмотром горожанам показали 20-минутный документальный фильм Сергея Майорова. В нем российские актеры читают стихи поэтов, которые не вернулись с фронта. Фильм «Судьба человека» обладает какой-то невероятной магией и он берет зрителя с самой первой секунды, не отпускает до конца. Хоть уже много раз люди видели на экране телевизоров, но на больших экранах кинозалов это совершенно другой эффект. Целая аллея голубых елей. Она появилась около 7-го лицея в Красноярске, причем высадили ее сами школьники из специализированных Роснефть-классов. О заботе об экологии и об учебе с уже понятным будущим в сюжете далее. Эти голубые ели теперь будут красоваться во дворе 7-го лицея. Высаживали их ученики 10-х и 11-х классов. Помогали ребятам и первоклассники в рамках акции «Растем вместе с Роснефтью». Каждое дерево, а здесь их 50, именное на табличках фамилии школьников. Мы надеемся, что к концу 11-го класса первоклассников, когда они уже вырастут через 11 лет большими, эти деревья будут выше их и они будут радоваться этому. Но вы слышали мои главные призывы родителям, наблюдайте за своим деревом, помогайте ему расти, ухаживайте за ним. Раньше на этом месте росли тополя, но со временем они начали гнить, деревья срубили. Вместо них и высадили ели. Кроме того, здесь появятся канадские клёны с красными листьями и кедры. Подобные экологические акции, организованные кураторами из компании «РН Ванкора», ребята участвуют уже второй год. Это спецклассы, где углублённые изучают математику, информатику, физику, химию и иностранные языки. Я учусь на нефтяника, на оператора добычи нефти и газа. Мне очень понравилась идея школы-вуз-предприятия, построение карьеры, новые знакомства, получение специальности будущей десятиклассникам. Корпоративная система непрерывного образования школы-вуз-предприятия позволяет ребятам ещё за парты изучать тонкости будущей профессии. Затем студенчество, а после получение диплома трудоустройства. Некоторые занятия уже сейчас ведут преподаватели из институтов, и школьникам такой подход нравится. Я открыла для себя очень много нового. Я вообще открыла для себя, что такое научная деятельность. У нас была научно-оригиональная конференция, которую организовал как раз-таки предприятие «Роснефть». Она проходила в нашем институте нефтегаза. Это был очень полезный опыт, это было очень интересно, и попробовать себя в этом – это очень здорово. В компании уже трудятся выпускники первых наборов спецклассов. Наверняка придут туда и сегодняшние школьники. Диана Хатяшевеля, Александр Ольхов, Енисей. Новости. И на этом у меня пока всё. Ещё больше информации на нашем сайте енисей.тв. Оставайтесь с нами и до новых встреч в эфире. Увидимся. Прогноз погоды в Красноярском крае на четверг, 3 сентября. В Туруханском районе на юге Таймыра и Фавенкии преимущественно облачно. Местами с прояснениями. На части территории пройдут дожди. Ночью от плюс 4 до плюс 8 градусов. Днём от плюс 7 до плюс 19. В северной группе районов Красноярского края облачная погода. Повсеместно ожидаются дожди. Ночная температура до плюс 12 градусов. Днём до плюс 26. В восточной части региона облачность. Местами с прояснениями. Дождь на всей территории. Ночью до плюс 10 градусов. После полудня до плюс 25. В центральных районах Красноярского края переменная облачность. Пройдут дожди. Ночью до плюс 14 градусов. После полудня до плюс 27. В западной группе облачно с прояснениями. Повсеместно ожидаются дожди. Ночью плюс 11, плюс 15 градусов. В светлое время суток до плюс 27. На юге Красноярского края переменная облачность. На большей части территории дожди. Ночью от плюс 11 до плюс 17 градусов. Днём до плюс 28. В Красноярске 3 сентября облачно. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. В тёмное время суток до плюс 12 градусов. Днём до плюс 26. Ветер южный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова